Всем привет! Меня зовут Саша, и я гик. Наверное, каждый из нас должен признаться себе, что он в чем-то гик. Возможно, мы еще этого не знаем. Моя страсть — это кроссовки. У меня их порядка 40 пар. Раньше было больше. В принципе, я их иногда продаю, меняю, покупаю новые. Если вас вдруг какие-то заинтересовали, можем обсудить с вами сделку после. И вы подумаете, наверное, он сумасшедший, зачем ему столько пар кроссовок? Он даже в месяц не сможет их себе переносить. Ну, в принципе, вы правы. Но у меня есть друг. У него больше 200 пар кроссовок. И когда мы оба думали, что мы, в принципе, слегка сумасшедшие. Но потом мы узнали о том, что на самом деле в мире много таких, как мы, одержимых страстью к кроссовкам, к спортивной обуви, что это целая культура. А все началось довольно-таки давно. Я еще был маленьким, ходил в школу и уже был занозой у своих родителей в одном месте. Потому что мне было, в принципе, все равно, в чем я ходил сверху. Какая у меня была кофта, куртка, шуба, какого цвета. Было все равно. Но обувь. Мне не могли подарить никогда никакую обувь. Мне ее дарили, и она отдыхала практически всю жизнь потом. Вот. А еще один маленький момент. Я чуть-чуть нервничаю, поэтому я забыл его сделать. Да. Вот. Потом я уже стал чуть-чуть старше, но еще учился в школе. И был один магазин, который мне очень-очень нравился. Я не понимал, почему. Мне надоело то, что он у меня все время сидит в голове, когда я проезжаю мимо него. Я все время хочу в него зайти, посмотреть, что там происходит. Никогда не мог себе ничего там купить. Потому что там все было очень довольно-таки дорогое, но очень крутое, технологичное. Вот. И в один прекрасный день я просто пришел на кассу и сказал, а где ваш директор или владелец. Подошла женщина и сказал, я не знаю, почему я хочу у вас работать. Мне очень нравится ваш магазин, мне нравится то, что вы делаете, то, с какой страстью вы строите свой бизнес, то, для каких людей, для каких целей создается эта продукция. На мое удивление мне сказали, ну, супер, давай, будешь работать у нас. Вот. И так я впервые попал в эту индустрию. Затем я уже учился в университете, и на первом курсе нам предложили сделать доклад о какой-то компании. Все мои друзья, все мои друзья, сокурсники выбирали в основном компании из FMCG сектора. Ну, потому что была везде реклама по телевизору, на столбах, продукция стояла на полках магазинов. Вот. А мне почему-то хотелось рассказать о какой-то компании, которая вызывала во мне определенную страсть. Опять же, непонятно почему. Вот. Мне она нравилась. Мне был близок ее продукт, мне была близка ее философия. И когда я подготавливал информацию об этой компании, я ставил себя на мысль, что, по-моему, я бы хотел отдаться ей в рабство. Я бы хотел в ней работать. На протяжении двух лет у меня были не очень удачные попытки туда попасть. Вот. Но такие через два с половиной года это увенчалось успехом. И я стал работать в одной компании с одним из самых знаменитых, самых сильных брендов в мире. После нее меня пригласили в компанию «Конкурент». А после этого я еще работал с разного рода компаниями из этого сегмента. Вы, кстати, просто говорили не называть эти все бренды. Я думаю, сейчас вы все поймете. Вот. И тогда я понял вообще, как строится бизнес этих компаний, что для них самое важное является. Для меня в первую очередь казалось, что когда я попаду в компанию своей мечты, то у меня будет еще больше возможности покупать себе кроссовки. У меня будет доступ к этому продукту. Я буду видеть то, что еще никто не видит. Я подумал, что я стану королем кроссовок. Но на самом деле в тот момент, когда я начал работать, эта романтика немного прошла. Я стал гномом Excel. Вся работа была построена там. Но та идея, которая была в этой компании, в ее деле, в каждом ее шаге, в том, как они относятся к своим сотрудникам на глобальном уровне, то, как они относятся к своему продукту, с какой страстью они о нем рассказывают каждый раз, презентуют. Ну вы просто не можете устоять перед этим. Вот. И поработав в нескольких других компаниях, я понял, что у всех у них общего. Их страсть. Страсть к тому, что они делают. Страсть тех людей, которые начинали все это. Попробую объяснить на небольших примерах. Этот молодой человек, Эдди Дасслер, один из основателей одной из самых крупных спортивных компаний в мире. Он всегда говорил, уже даже когда основал компанию, что коммерческий успех компании для него стоит на втором месте. Вроде как вранье. Но на самом деле он и вправду в то время был одержим спортом. Спортом как заниматься, так и спортом в общем. И он понимал, что люди могут улучшать свои результаты, получая более качественный продукт, более инновационный. Даже хотя это было буквально до первой даже половины 20 века. Он не изобрел эти бутсы. Но он изобрел систему съема шипов на бутсах, что в принципе должно было давать хорошее преимущество всем игрокам, которые их используют. Вне зависимости от тех погодных условий, которые были во время игры. Это еще один сумасшедший, одержимый человек. Возможно, кто-то из вас знает, кто он. Ну? Нет? Хорошо, но он является одним из сооснователей тоже компании из спортивного рынка. Одной из самых важных на данный момент в мире. Может быть, теперь вы скажете хотя бы, что это за компания? А теперь все вместе? Класс. Далеко у меня еще дорог звезды. Да, это компания Nike и это Билл Бауэрман. И в этом вот вся суть того, что мы не знали эту личность. Но все мы видим, какое влияние создала эта компания на наш рынок, на глобальный рынок, на в принципе вообще умы людей, на их подходы к спорту, к тому, как они начинают чем-то заниматься. Он основал эту компанию со своим… он был тренером по легкой атлетике, в частности по бегу. И он основал свою компанию с спортсменом, которого тренировал, с Филом Найтом. Да, они были одержимы бегом и тоже усовершенствованием обуви для конкретно бегунов изначально. И опять же, мы все знаем, во что это сейчас превратилось. Бардак полный. Ну, этого человека, я думаю, вам вообще не надо представлять. Думаю, все его узнали. И точно так же… Правильно! Этот человек точно так же был одержим, он был страстен к своей компании, к своему продукту, к тому, чтобы изменить этот мир к лучшему. По-моему, у него тоже это вышло. В какой-то момент я и мои товарищи подумали о том, что у нас много этой страсти, и она уже накопилась, и мы хотим с ней поделиться. И делиться с кем-то каждый раз отдельно, но очень много времени у нас на это уйдет. Денег не хватит на то, чтобы кофе все время пить со всеми. И мы думали о том, что нужно создать что-то большое, когда мы можем привлечь людей со всех сторон. Те, кто хотят поделиться своей страстью, те, кто хотят принять эту страсть. Так мы создали Don't Take Fake. Возможно, кто-то из вас был на этом мероприятии, на этом шабаше. Don't Take Fake – это большая площадка для того, чтобы каждая из культур, за которой стоит своя история, за которой стоит свой продукт, за которой стоит страсть к тому делу, которым они занимаются, она должна была помочь им всем объединиться, так как, так или иначе, все это связано. Это все один большой рынок. Туда надо. Пару кадров. В первый год, когда мы делали, мы хотели, в первую очередь, мы хотели спозиционироваться на международных брендах, потому что мы очень четко видели их философию, их подход к работе, и нам казалось, что они просто могут полный космос создать у нас на Don't Take Fake. Но, к сожалению, в первый год мало кто верит в ваш продукт, в вашу идею, и вам нужно сначала доказать, что это все работоспособное, и там им есть место быть. И в тот момент я понял, что нам нужно увеличить количество брендов-участников, которые производятся в Украине. Я начал общаться с теми, кого знал, в ком был уверен. И по завершению мероприятия мы получили очень-очень много лестных отзывов о том, как это все было сделано, то есть какая там была заложена идея. Я понял, что в следующем году мы должны еще больший акцент сделать на украинские бренды, на бренды, которые производят продукцию здесь, потому что, опять же, всех их объединяет страсть к их делу. Здесь мы видим, написано «сделано в Харькове». Еще когда я начал с ними знакомиться, это были 2009-2010 года, они уже тогда писали о том, что «proudly made in Ukraine». Они уже тогда готовы были экспортировать свою идею за границы нашей страны. Они всегда об этом говорят. Несмотря на все проблемы, которые у нас есть в стране, несмотря на все проблемы, с которыми сталкиваются их бизнесы, их страсть двигает их вперед, она их мотивирует. Разного рода продукция есть у нас в стране. Многие из вас, может быть, еще этого не знают. Но я думаю, у нас еще все впереди. Украина на протяжении всей истории является импортно-ориентированной страной. Я думаю, с этим все согласятся, все это знают. Да, мы экспортируем машиностроительную продукцию, сельскохозяйственную продукцию и тому подобное. Это, конечно же, и безусловно дает Украине прирост ВВП. Тут никто не спорит. Но дают ли они реальную ценность самому бренду Украина на Западе? То есть как они могут прокоммуницировать с людьми? То, что люди пошли и купили нашу гречку, возможно. Но это базовые, неизменные потребности человека. В то же время как мода, культура, в любом ее проявлении, это художество, художественное произведение, это литература или музыка, она воспринимается людьми по-другому. Для нее нет языковых барьеров. То есть люди это видят, они это ощущают, они это могут потрогать. И вот небольшой пример из практики, буквально двухмесячной давности. С одним из украинских брендов мы поехали представлять их на самую большую выставку мужской одежды в мире во Флоренции. Это малая часть людей, которые там есть. Там выставляются более тысячи брендов ежегодно. Приезжают более 30 тысяч посетителей. Приезжают более 30 тысяч посетителей из более чем 40 стран мира. И что было очень интересно, это то, что когда люди заходили к нам на стенд, это ребята из Италии, они в первую очередь идут смотреть вещи. Они их трогают, смотрят, как они сделаны, какой у них стиль, отвечают ли они каким-то новым веням, модам, трендам, тенденциям и тому подобное. И только после этого они подходят к нам и говорят «Hi guys, where are you from?» И мы говорим «We are from Ukraine». И они «Excuse me, Ukraine, Kiev, yes». После этого мы видим, насколько они были удивлены, что из нашей страны, о которой они, ну, наверное, в лучшем случае очень много чего непонятного и не очень хорошего узнают за последний год, в это время приезжает такого рода продукция, то есть высококлассная. Мы заключили, конечно же, несколько сделок на сотрудничество с этими компаниями. Еще в прошлом году еще несколько украинских компаний уже были на международных выставках, но в Берлине. И примерно такие же, я думаю, они смогут сказать результаты. Есть, да? Вон, Леша. Я прав? Человек с большой буквы. Че. Всеми этими брендами, компаниями в Украине движет их неуемная страсть к тому, чем они занимаются. Не потому что, а вопреки всему, что у нас происходит. Вот. И в заключение бы хотел сказать, что, на самом деле, я думаю, мне кажется, что страсть – это какая-то энергия. Энергия, которая никуда не девается, она передается. И мы должны максимально пытаться ею делиться со всем миром, экспортировать ее, то, насколько мы можем. И я думаю, любой из этих маленьких шажков может стать длинной дорогой к достижению чего-то большего. Как для конкретной личности, для конкретной компании, так и, в принципе, для нашего бренда нашей страны – Украины. Спасибо вам большое за внимание.